МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владиславович Лебедев, заместитель начальника управления наркоконтролем ВВД России по Тверской области. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые друзья, статистика неумолима. Более половины осужденных в наших тверских колониях отбывают срок за распространение наркотиков. Давайте поговорим сегодня о том, как воспринимают свою жизнь до и после те люди, кто в свое время не мог сказать нет этому смертельному бизнесу. Какие шаги предпринимают неравнодушные люди из общественных организаций региона, чтобы предотвратить новые трагедии. И каковы результаты полицейской работы в борьбе с наркотиком. Вот эта тема, которую мы давайте охватим сегодня. Это, так сказать, схематично. А начать нашу программу я хочу вот с таких строк. Это строки из письма. О том, как появилось у нас это письмо, поговорим позже. А теперь. Пишет женщина, сразу скажу, обращается она к Вике. Вика это либо родственница, либо подруга. Пишу тебе это письмо в надежде, что ты услышишь меня и взглянешь другими глазами на свою жизнь. Наркотик это наш общий знакомый с тобой. И к моему великому счастью у меня все-таки хватило и сил, и ума сказать наркотику прощай. Но ты, Вика, пока еще не можешь, вернее не хочешь отказаться от его дьявольских услуг. Мое письмо тебе это крик души, которая вся истерзалась и почернела от дружбы с ним. Когда проходит мимолетный наркотический экстаз, что следует за ним? Я отвечу тебе. Пустота. И в этой пустоте нет места ни добру, ни счастью, ни свету. Мы перестаем быть людьми и медленно превращаемся в животных. Для нас не остается ничего ценного в этом мире. Мы предаем своих близких, семью и друзей. Неужели тебе не страшно? Вы знаете, уважаемые друзья, это не художественный вымысел, реально. Это реальный человек писал. Это настоящее письмо. Но как появились, Саш, у вас вот эти письма, когда вам их передали, кто это писал? Значит, 12 мая у нас прошло очередное мероприятие, которое организует у нас Всемирный Русский Народный Собор и Управление Федеральной Службы Исполнения Наказаний, Общественный Совет России Петверской области. Мы посещаем колонии с нашим митрополитом Владыком Моросим. И он, соответственно, несет свое пастырское слово осужденным. Они могут ему задать вопросы, получить те ответы на сокровенные вопросы, возможно, которые они могут задать только Первому Духовному лицу области. Ну, понятно, что мы пытаемся и стараемся не только сами ездить туда на эти мероприятия, а кого-то с собой взять. Последнее посещение пятой колонии, это женская исправительная колония города Вышнего Лачка, у нас была до пандемии. Скажем так, до карантинного периода. Да, я помню, мы Общественным Советом собирались намного чаще. Да, это был 19-й год. Это был 19-й год. И тогда мы с собой брали Светлану Хоченкову, это была заместитель министра Министерства демографии Тверской области. И общались, какие есть льготы, преференции, какие существуют государственные федеральные программы для многодетных семей, для матерей-одиночек и так далее. Потому что мы понимаем, что в колониях сидят женщины, которые хотят создать семью, они хотят знать, какие программы существуют на федеральном уровне и конкретика региона, непосредственно где они находятся. А в этот раз мы пригласили Михаила Деславовича Любедева, заместителя руководителя управления наркоконтроля России Тверской области. И пригласили с целью провести беседу непосредственно с сужденными по статье 228, часть 1, 2, 3, 4. Ну вот беседа, Миш, вы проводили с ними вот эту беседу. Но наверняка, когда люди совершали это, и когда проходило следствие предварительно, и потом во время суда они уже знакомы с этой статьей. Или им нужно еще раз об этом сказать? Для чего? Ну, как раз вот беседовали с тем контингентом, да, с девушками, с женщинами, для которых жизнь разделилась на до и после. То есть до момента осуждения, до момента привлечения к уголовной ответственности, до стадии следствия, привлечения уже в качестве обвиняемых подозреваемых и впоследствии осужденных, люди совершенно по-другому относились к наркотикам. То есть кто-то считал их баловством, кто-то просто не придавал значения, кто-то заблуждался в различных формах и методах сбытовых составов, да. Когда люди думают, что если они совершают дистанционность, сбыть наркотиков путем закладок, то это практически невозможно задокументировать, уголовной ответственности за это не заступают. Не задокументировать, не поймать, никто не увидит. А вот то, что вы прочитали, это уже самый настоящий честный разговор, разговор с самой собой и трансляция своей боли, свои переживания и искреннего раскаяния для других людей. Чтобы они не заблуждались. Это уже пишет человек, который получил срок. Достаточно большой срок, реальный срок лишения свободы и уже не один год он бывает наказанием. Тем более, что я хочу относительно сроков сказать, что сроки сейчас действительно большие. Это я помню времена раньше, когда мы точно так же собирались и кричали, помогите, спасите, ребят, надо что-то делать, надо прибавлять сроки, надо жуще наказывать. Теперь уже те времена прошли. Вот давайте мы сразу озвучим, для того, чтобы понимание этого было. Ну, сразу, чтобы четко понимали наши зрители и вообще все, и родители в первую очередь, что уголовная ответственность за сбыт наркотических средств наступает с 16 лет. Но с 14 лет он наступает за хищение наркотических препаратов. То есть, если наркотики были украдены, может, из медицинского учреждения, где они под надзором, это уже тоже уголовная ответственность. За незаконное производство и сбыт наркотиков, статья 228 УК РФ, предусматривается лишение свободы на срок до 20 лет. Это мы сейчас рассматриваем. В исключительных случаях, вплоть до пожизненного заключения. Какой срок грозит нарушителям по статье 228 лишения свободы? Без отягчающих обстоятельств от 4 до 8 лет. Этот человек употребляет, и его, соответственно, он попал в полицию с наркотическими препаратами при себе. То есть, для тех, чтобы не расслаблялись, одно дело ты закладываешь, но тот, кто копает, да, вот сейчас по лесам, по детским площадкам, там где-то, он тоже несет срок? Подлежит уголовной ответственности в зависимости от размера наркотического средства, либо психотропного вещества, конечно. Он отвечает по закону? Следующий, значит, здесь пункт сбыт в СИЗО административных зданий на спортивных, образовательных и транспортных объектах с помощью СМИ и интернета от 5 до 12 лет лишения свободы. Группой лиц по предварительному сговору в значительном размере от 8 до 15 лет лишения свободы. Организованной группой в крупном размере с использованием должностного положения несовершеннолетнему от 10 до 20 лет лишения свободы. В особо крупном размере от 15 лет до 20, в особых случаях пожизненного. Вот мы понимаем, как сейчас закон подходит именно к этой статье. Мы понимаем, что распространение наркотических препаратов перерамивается фактически к статье за убийство. Ну, по большому счету убийство. По большому счету. И причем массовое убийство. Если ты раскладываешь, ты думаешь, вот там одна доза, да, таких же доз бывает сотни. И надо еще учесть, что существует 230-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание от 3 до 12 лет за склонение к употреблению наркотических препаратов. То есть, это тоже немаловажный фактор, его нужно учитывать. Человек, который склоняет других людей к этому, он тоже уголовно наказывает. О склонении мы здесь тоже на эту тему очень много лет уже говорим. Это тот самый первый раз, может быть, да? Когда попробуй, ничего тебе с этим не будет, ничего твоему здоровью не будет. К сожалению, он для многих становится последним. А во-вторых, склонение также может вести еще к распространению то, о чем говорил Александр Николаевич, Кузьмин, руководитель управления Федеральной службы по склонению наказания на круглом столе в епархии. Когда девочка попала в СИЗО, уже начала отбывать в следственном изоляторе, сидела и говорит, а мне сказали, что мне ничего не будет за это. В моем возрасте не наказывают, а девочек вообще не наказывают. Соответственно, незнание закона не освобождает от ответственности. Вот второе письмо, вот сейчас давайте так, мы прервемся на рекламу, мне показывают наши уважаемые коллеги, а потом вот в продолжении темы прочитаем второе письмо, вот именно об этом незнании или присутствии рядом. Уважаемые друзья, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья, тема дня в эфире. 300-190, телефон прямого эфира. Говорим о том, какая профилактическая работа проводится в нашем регионе, антинаркотическая профилактическая работа. Александр Лукьянчук, до перерыва вы говорили о том, какая ответственность, да, Александр Валерьевич, и то, что даже отвечают те, кто вроде бы вот сам вот этого не делал, да. И я хотела прочитать еще одно письмо, которое мне вот передали из нашей исправительной колонии, номер 5, Вышневолочки, это женская колония, буквально несколько строк в тему. Я никогда не употребляла наркотики, да и в моем окружении не было таких людей, но из-за проблемы с деньгами мой молодой человек решил заняться раскладкой наркотиков. Меня он уверил в то, что прекратит скоро этим заниматься. По своей глупости я ходила вместе с ним, и в один из таких дней нас вместе задержала полиция. Хоть я и не помогала ему в раскладке наркотиков, а просто находилась рядом с ним, я все же получила свой срок. Это моя ошибка стоила 9 лет моей жизни. 9 лет. И дальше женщина говорит, что фактически вся жизнь разрушилась, разрушилась все, и семья, и надежда на будущее. Это к вопросу о том, что я не я, что называется, да, я ни в чем не виноват, я просто присутствовал, я стоял рядом, я просто где-то что-то нашел, но наркотики оказались у меня, и человек несет за это ответственность. Александр сказал, какие сроки, немаленькие сроки, которые сравнимы с теми, которые дают за убийство, потому что по большому счету это есть. Миш, ваша инициатива была, вы попросили осужденных, вот женщин пятой колонии, чтобы вот они написали, вот в каждом письме, это отдельная история человеческой жизни. Чтобы написали, да, свою историю, а не как откликнулись, девчонки? В процессе беседы, да, было мною предложено рассказать свою историю жизни, потому что, когда мы проводим профилактические мероприятия, наша основная цель широкой аудитории людей, кто, может быть, никогда и не слышал о незаконном обороте наркотиков, либо уже в него вовлечен, донести информацию о колоссальном вреде, который наркотики оказывают на жизнь абсолютно любого человека. И после того, как человек вовлекается в незаконный оборот наркотиков, эта проблема становится не только его, я имею в виду судимость, наказание и все вытекающие последствия, но это колоссальная беда для семьи. Девушки откликнулись, и вы сейчас читаете очень искренние, настоящие слова, слова, которые выстраданы, и которые они хотели бы донести до наших радиослушателей и телезрителей. Вот я иной раз читаю, вот, и разговариваю, много лет уже по колониям езжу, иной раз разговариваю с тем или другим осужденным, это не обязательно в женской колонии, много по мужским колониям ездят. Вы знаете, рассказы слышу очень много разных, и не всегда, вот, у меня такое чувство, что не всегда, вот, искренне, может быть, они и верят, что это искренне, но до конца правды не говорят, и, возможно, им так легче жить. Вот здесь, вот, в этих письмах, вы в них верите, что это на самом деле прошло через человеческую душу, и они знают, что больше не будет наркотиков в их жизни? Отсидев такое количество лет, многие философские подходят к этой ситуации, и не просто становятся на правильный путь, а, наверное, понимают, что за всё в этой жизни нужно отвечать. Так вот, это может быть даже не раскаяние, а это исповедь. И когда приезжает владык, они же в своей степени исповедуются, насколько могут это делать. Поэтому такие встречи нужны, они важны, они помогают человеку раскрыться, не держать это всё в себе. А если бы мы пригласили священника, который окормляет эту колонию, я думаю, что ему, конечно, нельзя раскрывать тайну исповед. Вы понимаете, какие истории он слышит, какие он душущипательные слышит истории. Вот мы почему это сделали, и вот большое спасибо Михаилу, мы этот формат теперь возьмём на вооружение, и всегда будем его использовать при посещении колонии в рамках проекта «Слово пастырь». Потому что многим людям, вот читая такие письма, например, я их тоже прочитал, на меня они оставили впечатление, особенно одно из них, которое я думаю, что мы зачитаем немножко позже. Мы зачитаем ещё чуточку подальше. Это заслуживает прям премию. По нему можно снять фильм. Ну, да, вообще-то все лучшие произведения искусства, сюжеты берутся непосредственно из жизни, но лучше. Но эти произведения не написаны первым фантастом, а написали люди, которые... Это как мы говорим, что все дорожные знаки ставятся, вообще все дорожные правила, дорожное движение написано крую. Мы говорим сейчас вот о возрасте, к которому привлекается. Здесь, Александр Владимирович, мне к вам вопрос. Вы занимаетесь ребятнёй, да, дети, дети. Насколько эта работа, она может отвлекать бокс, спорт, вот это вот всё. Мы хотя много об этом говорим, но тем не менее ваши тренеры, они, что называется, идеологически подкованы, чтобы ваш воспитанник, свободный от тренировки от учёбы времени, смог сказать то самое «нет», которое вот не смогли сказать, что эти девчонки в своё время. У нас, знаете, как Ирина, у нас каждый тренер, что касаемо бокса, по крайней мере, это точно, я могу сказать, он как отец для своих воспитанников, для своих детей, второй отец. Ежемесячно, наверное, даже если ежедельно проводится работа, беседы не со всеми, конечно, подряд, а с определённой группой риск, которая там, знаете, как-то может больше проводить время на улице. Поэтому у нас, как говорится, всё с этим замечательно. Это же всё, о чём мы сейчас говорим, это всё происходит из-за того, что мы всё видим вокруг себя, какую роскошную жизнь дети видят, как можно легко заработать деньги, вот о чём ранее Михаил говорил. Поэтому есть такая постовь, сколько верёвочки не видится, конец, как говорится, всегда близок. Поэтому всё это только временно, и всё это кажущееся на самом деле. Если говорить о свободном времени, то нужно обязательно родителям всегда делать так, чтобы у их ребёнка было меньше свободного времени. Вот это золотое правило, я считаю, в осознанном возрасте для каждого ребёнка, оно очень актуально. Что касаемо нашего вида спорта, бокс, мы показываем, наверное, не словом, а делом. У нас проходит очень огромное количество мероприятий для того, чтобы люди видели, куда можно отдать ребёнка, как можно отдать ребёнка. У нас все занятия бесплатные для детей. Это очень важно. Мы ещё раз подчёркиваем этот момент. Это не просто очень важно, это основной определяющий фактор. Основной, потому что в среднем, наверное, отдать ребёнка стоит в среднем, наверное, 5000 миссий, я думаю. Ну, сейчас вообще занятия спортом, да, это очень серьёзная цифра для семейного бюджета. Бывает, да, а здесь решение проблемы. Мы всех экипируем ребят, кто у нас занимается. У них у всех инвентарь, у них у всех прекрасные, там, оснащённые какие-то спорт инвентарь, на котором они работают. Поэтому очень огромное количество мы проводим мероприятий от высокого уровня и заканчивая, где новички могут себя попробовать, понимаете. Потому что это тоже целая система у нас. И это тоже очень сильно работает для того, для подрастающего поколения, которое видит, допустим, не красивую жизнь там где-то, не вот эти блогерства различные, понимаете, а которое, ну, видит, что мужчина должен быть мужчиной, женщина должна быть женщиной. Вот, ну, идеалы какие-то жизненные тоже мы стараемся прерывать. И я думаю, что у нас это получается. Здесь такая совместная работа. Вот сейчас Александр сказал, что видят красивую жизнь. К сожалению, очень много лет, да, ни одно поколение воспитывалось вот на этой мнимой роскоши, да, и ставились определенные задачи молодому человеку, вернее, планы в жизни. Что ты должен уметь? Не что у тебя в голове, да, и нездоровый образ жизни, допустим, даже тот же, да, или то, что ты умеешь, а то, что где ты можешь больше заработать денег. Проблема гораздо шире. Вот гораздо шире. Вот Александр правильно сказал, тренер, второй отец. А первый отец. А что, ну, я понимаю, что есть семьи, где нет отца, например, да, ну, не дай бог, там матери. То есть такое тоже бывает. Ну, как правило, больше семей полноценных, но воспитание в семье это должно проводиться. Начиная от патриотического, заканчивая всем остальным. Мы же должны кого растить? Патриотов, защитников своей родины, страны. Еще недавно эти слова были, что называется, неприличные. Вы, кстати, говорили об этом. Многим, может быть, это не нравилось. Конечно, очень многим. А теперь эта ситуация вот так вот проявляется и показывает общество. Очень много, вот, к Александру Валерьевичу, слов присоединюсь по поводу полноценности семьи. Очень много записывается на секцию, в боксе непосредственно. Очень много звонит мам. Вот у меня такой, так, знаете, хулиган растет. Вот что мне делать, можно я к вам приведу. Понимаете, вот первые слова, вот, наверное, 80% воспитанников вот именно вот таких. Понимаете, они можно, можно. Ну, у нас есть определенный возрастной ценз, конечно, можно. Вот, и нужно. Вот. И поэтому вот, и мы там им прививаем, конечно, уже по мере своей возможности, любовь к спорту и к жизни и к всему прочему, и к тем жизненным ценностям, которые необходимо знать. Вот, кстати, мы говорили о том, вот, и о возрасте, и о воспитании. Миша, вот сейчас антинаркотический месячник, да, проводится уже в который раз, да, на территории региона по всей стране. С кем приходится сталкиваться? Люди какого возраста попадают? Действительно, сейчас по решению губернатора с 26 мая по 26 июня проводится всероссийский антинаркотический месячник, в том числе на территории Тверской области, да. Немножечко расскажу о цифрах, которые есть уже, скажем так, в его еще не завершенном этапе. То есть почти 2 килограмма наркотических средств и психотропных исчезтов изъяты органами правопорядка. Выявлено 26 преступлений, 17 из них связаны непосредственно со сбытом. Установлена причастность 32 лиц к совершению преступлений. 16 человек из числа, значит, лиц из иностранных государств. Активно проводятся профилактические мероприятия. Уже сейчас проведено больше 82 мероприятий с охватом более тысячи человек. Это по детским лагерям, по школам, по детским лагерям? Мероприятия широкоформатные, они охватывают колледжи, они охватывают, значит, в том числе лагеря детские. Мы беседуем с трудовыми коллективами, активно работают участковые, службы по делам несовершеннолетних. То есть всеми возможными способами, в том числе взаимодействия с общественными организациями, население доносится вред от наркотиков и по следствию от их употребления, в том числе юридическая ответственность. Здесь, Миша, здесь что важно? Здесь важнее напугать человека? Важнее сказать правду, потому что вот эти письма, о которых мы говорили и будем еще говорить в течение программы, вот это правда. Вот это откровение тех людей, которые уже не могут сесть в машину времени и вернуться назад, у которых уже определенная часть жизни отдана не родным, близким, детям, а она отдана наркотикам и людям, кто их в это втянул. Спорт – огромная альтернатива получению эмоций, которую люди стараются получить, употребляя наркотики, потому что колоссальные эмоции, я думаю, что дети испытывают при достижении даже небольших спортивных результатов. А когда воспитанники школы бокса занимают призовые места на российских соревнованиях и в Центральном федеральном округе, то тут все говорит само за себя. То есть еще мальчишка недавно не умел ничего, и тут он уже получил звание кандидата мастера спорта и, может быть, получит мастер спорта. Здесь эмоции, плюс еще физическая нагрузка. Да. Дух соперничества мужской, понимаете, он видит, а почему, чем я хуже, я тоже хочу, понимаете, и другие, и другие скажут, и другие, дай бог, пойдут. Вот у нас вот, Михаил Славан, маленько, у нас, знаете, сейчас впервые девушка стала призеркой России, попала в сборную команды России. Да, мы тебя все поздравляем с этим. Это очень важно. С героид, да? Это из города Старица, из Старицкого района, из обычной школы. Девочка стала третьей в возрастной группе, 13-14 лет. Одна у нас в этом году, девочка Сканакова, стала чемпионкой победительства первенства России. Это воспитанница нашего старшего тренера Сергея Никишина. Я к чему говорю, потому что у нас, знаете, как не только Тверь и Тверская область, то есть Тверская область, у нас, мы больше 20 муниципалитетов охватываем. Сейчас вот недавно, после нашего турнира Карелина, мы провели первый за всю историю турнир по боксу в Вышнем Волочке, в родине Тверского бокса. Именно там, если не ошибаюсь, в 1914 году прошел первый турнир по боксу, по тяжелой атлетике и по бегу. Вот так он назывался. Тверской губернии, чемпионат Тверской губернии по вот этим видам спорта. Поэтому очень актуально было. Мне эту идею, как бы, там из спорткомитета озвучили, говорю, давайте проведем, вопросов нет. Вот провели, очень все прошло отлично, местные там тренеры и спорткомитет, конечно, в восторге. Все дети маленькие, которые проводили первые бои на Вышневолосском, на этом ринге, понимаете, нужно было видеть, вот о том, что Михаил говорит, когда поднимают руку, понимаете, это, конечно, испытывают очень такие колоссальные эмоции и чувства, а тем более их родители, которые потом, понимаете, как по радио все передают. Вот у меня ребенок занимается, ну, соответственно, и все идут, после этого звонят, а вот мы тоже хотим, а вот куда приходить, а куда записываться, понимаете. Вот вы рассказываете, очень бы хотелось, чтобы вот многие представители общественных организаций, спортивные организации были вот у меня здесь в гостях, чтобы побольше охват был, да, потому что некоторые, вот я на прошлой неделе была, возродилась игра «Атака», организованная по инициативе Тверской городской думы и общественной палаты города Твери. Великолепно задействованы студенты колледжей, вот тех самых колледжей, о чем, Саша, мы говорили, о котором говорили, призывали обратить внимание общественности, слишком низкие стипендии у студентов колледжей, чтобы хотя бы что-то сделали, и чтобы не было соблазна вот этого. Они недостаточно, прожиточного минимума. Они, да, вот, о чем мы говорили, но я надеюсь, что на наши призывы обратят внимание руководители региона. Однозначно, я думаю, что обратят внимание, потому что вопрос очень важный, и вот в связи с этим я хотел, кстати, еще рассказать о следующих планах, которые у нас у общественного совета, у всей России и Петерской области. Мы проанализировали опыт наших коллег в других регионах, и вот сейчас стоит вопрос о создании центра социальной адаптации. Центра социальной адаптации, реабилитации, так называемая в кавычках социальная гостиница. Что это такое? Да, подождите, я перебью. Из Кимра у меня был, вот как раз представитель репархии, который рассказывал мне очень интересно, где зарождалась свою бытность. Михаил, помните, мы говорили, да, тогда, где Кимра была наркотической столицей региона практически, и что сейчас там. С 2000-х годов, да. И там вот этот реабилитационный центр сделал очень многое для того, чтобы искоренить это зло. Уважаемые друзья, еще одна исповедь из мест лишения свободы. Просто нельзя ее не зачитать. История, как пишет девушка, история, конечно же, уникальная, неповторима, как и сотни других историй. В сущности, у каждой этой истории присутствует один составляющий наркотиков. Вначале была любовь, такая чистая и светлая, что хотелось летать. И вот мой любимый начал отдаляться. Мы не ссорились, но между нами словно пролегла трещина. Он даже не скрывал. Это наркотики. Но мы все-таки вместе, и в болезни, и в здравии. И я не брошу тебя, я с тобой. Через полгода передо мной встал первый серьезный выбор. Наркотики или любимая работа. Далой работу. Следом пришлось отказаться от друзей. Тех, с кем с детства вместе. С кем пели песни под гитару у костра. Слишком уж разными стали наши интересы. Остался только он, любимый и единственный. Но и он очень скоро оставил меня. Передос. И вот я в тюрьме. Только теперь я вижу всю ситуацию в целом. Но изменить свое прошлое уже не могу. Гдруг, не глупи. Учись на моих ошибках. В тюрьме очень распространено одно развлечение. Сидеть и вспоминать, как оно это все было. Какая красивая и яркая жизнь осталась там, за забором. Но никто не рассказывает о том, как рыдали, когда хоронили первого умершего от передоза друга. Все почему-то молчат о том, как было стыдно перед матерью. Неужели не помнят и этого? Здесь очень большое письмо. Но вот здесь самая суть, да? Какие опять были планы у человека? Какая была чистая, светлая любовь? И как все разрушилось? И имя этому наркотик? Да, особенно вот, когда они пишут, что задевает за живое. Посмотрите на моих красивых детей, как они смеются и гуляют на детской площадке. А на самом деле их нет. Потому что они были только в планах. Поэтому это просто моя фантазия. А ведь была семья, была бы семья. Были бы уже дети. И так далее, и так далее. Вот это очень, на самом деле, важно. И вот в продолжении разговора хотел сказать про Центр социальной адаптации. Ведь очень важно, когда освобождаются из колонии заключенные, им просто некуда пойти. Очень много некуда пойти. Вот это очень важно. Вот я почему говорила, что стоит ли верить? Потому что многие говорят, у многих есть планы. Я никогда, я больше нет, я займусь работой. Я буду вести... И снова через год, в течение года попадает сюда же, в колонии. А давайте я вам еще расскажу одну историю. Она безличная. Я не буду говорить лично о ком-то. Да, я скажу обезличенную, но вот я надеюсь, что зрители услышат и поймут. Вот девочка отбывает срок наказания. Выходит по УДО, остается, то есть там 4 с лишним года провела там. Выходит, 20 с небольшим лет. Все. Ну и, соответственно, члены общественного совета, все говорят, ну ты давай, там, держись, как-то создай семью. Да, конечно, в планах создать семью, в планах нормально жить, найти молодого человека, влюбиться и так далее. Потом проходит оно и количество времени, посещаем СИЗО. Эта девочка там. Как? Вопрос, как, что? Ну мы же тут говорили, вот семья, да, да, ну так получилось, вот беда. Ну и сколько теперь тебе дадут, какой у тебя теперь будет срок? Надеюсь, 8 с половиной лет. Подожди секунду, что значит надеюсь? Почему ты говоришь надеюсь? А потому что я не смогла себя найти в этой жизни. Мне так хорошо там, вы знаете, я всегда плохо жила, у меня, я из неблагополучной семьи, родители били, пили, у меня никогда не было чистой кровати. А там чистая постель белая, меня кормят, я работаю, мне даже деньги платят, я профессии обучилась. А вот это самое страшное, понимаете, что человек выходит и не находит себя в обществе. Он ресоциализируется в колонии. Я хочу высказать слова огромной благодарности руководству в частности пятой колонии и всей исправительной системе, потому что это большой, кропотливый, монотонный труд при социализации осуждённых. Но мы должны им помогать. Эти центры социальной реабилитации помогают людям найти работу. Вот они освободились из колонии, это не навсегда, это не на год, не на два, не на три, это на три месяца. Но эти три месяца они проводят в зданиях учреждения, где можно выспаться, есть чистая кровать, есть работа, пусть это неквалифицированный труд, может это мытьё государств социальных автобусов или покос травы и так далее. Это работа, которая оплачивается, люди чувствуют себя нужными, и за эти три месяца могут подобрать другую работу, по крайней мере они оказываются не на улице. А здесь, соответственно, нужна помощь всех. Это обращение и к администрации города, то есть, конечно, нужно выделить какое-то помещение. Пусть это будет в промышленной зоне, не имеет значения. Сейчас это только в проекте, это идея? Сейчас это проект, идея. К нам в гости приезжал в Тверь, в Тверскую область Воронцов Александр Васильевич, это член общественной палаты, президент Российской Федерации. И вот он непосредственно сказал, что такой центр в полном объёме действует в городе Казани. Мы попросили его поделиться опытом, и он пообещал, что наш представитель туда поедет и посмотрит на месте, как это происходит. После этого мы подготовим проект и уже будем его дальше продвигать, уже как готовый проект с конкретными предложениями, что мы будем делать. Центр планирует вмещать 50 человек. Это вообще безумно важная идея. Это очень важная идея. Да, потому что мы всегда, когда собираемся на общественном совете УФСИН, мы всегда говорим о том, как помочь, где найти работу. Это конкретная помощь. Да, да, да. Привлекаем предпринимателей, всех неравнодушных людей. Ребят, помогите. И хорошо, что есть у нас на нашей верхнёжной земле люди, которые откликаются. Поэтому эти планы нужно реализовать в обязательном порядке. В обязательном. Александр Владимирович, лето, как Вы займёте это лето с ребятишками? У Вас оздоровительные ноги, смены какие-то или будет одна общая смена? Нет, тренеры с детьми уезжают посменно. Но по рекомендации правительства в этом году у нас, опять же повторюсь по рекомендации, они не должны, скажем так, покидать территорию нашей Тверской области. Ну, в силу внешнеполитических ситуаций различных. У нас организованы прекрасные лагеря на местах тренировочных, дневные. Это у нас прекрасные лагеря, также старые наши, ещё с советских времён. Дружба, романтик и так далее. В медном там хорошие условия. Поэтому у нас все дети задействованы. Контроль, я бы даже сказал, знаете, как в учебный год, в наш спортивный учебный год, а даже посерьёзнее, наверное, сейчас, нежели даже в период их отдыха, обязательно активного отдыха, где наши дети всегда на виду, всегда я знаю, чем они занимаются, всегда знаю, куда они едут, с родителями, без родителями, неважно. Но от спортивной жизни они ни в коем случае в летний период, повторюсь, активного отдыха, в нашем случае, они никуда не деваются, а именно всегда у нас. Кстати, Александр Владимирович, мы с Вами встречались неоднократно в этой студии. Наши эфиры, наши взывания к родителям, они какой-то результат имеют. Записываются новые молодёжь, приходят, вот как Вы говорите, мамой звонят. У меня мальчишка, что с ним делать, у меня сын, я его теряю. Да, есть эффект? Да, очень много знакомых, друзей, которые, знаете, как дословно сказать, слушай, Саша, у меня там сын, ему 5 лет, но он гиперактивный, вот он бьёт там всех, знаешь, конечно, приятно слышать, но я говорю, ну, 5 лет и занятие боксом, это немножко, конечно, вещи несовместимые. Пускай, говорю, плавает, мы ему скажем, как, мы ему скажем, что делать ему нужно, если он не некуда пойти, понимаешь? Вот, ну, очень много девушек идёт, очень много девушек у нас, повторюсь, вот сейчас стала у нас чемпионка первенства, победительница первенства России, стала в тяжёлой весовой категории, наша Есения Никишина, очень приятно попала в сборную, сейчас будет участвовать в спартакиаде всероссийской. Вот у нас впервые, повторюсь, в Старице и Старице, из обычной сельской школы девочка попала в сборную команду. У нас в этом году очень много ребят выполнили звание кандидатов в мастера спорта России, и наш воспитанник, пролетарский Павел Бабков, стал мастером спорта на нашем 21-м турнире памяти Виталия Николаевича Карельина. Вот, поэтому у нас всё развивается, у нас, я, по-моему, на просто программу говорил, что у нас детей занимаются в области, делали эстетический подсчёт, но я думаю, что в этот раз уже побольше в этом году, потому что это было год назад примерно, у нас было около 2,5 тысяч детей только занимается, а общее количество занимающихся 4 тысячи народу было, это по всей области. У нас, повторюсь, охват больше 20 муниципалитетов, ну, где-то в разных, там, в Твери, конечно, больше всех, вот, и в различных фитнес-клубах, в различных спортшколах, в обычных школах общеобразовательных у нас тренируют детей, поэтому, вот, вы говорите такое, знаете, у нас. А скоро уже время быстрее летит, уже новый учебный год, и будете набирать уже новую? Да, 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 у нас идут, и в сентябре у нас, в августе, как правило, у нас проводится день открытых дверей, наш спорткомитет проводит в юбилейном, вот, и обычно там на записи приходит колоссальное количество детей. С какого возраста, давайте ещё раз напомним, принимаются для занятий боксами? Да, спортшколы с 10 лет. С 10 лет? Да, с 10 лет. Просто, чтобы родители знали. Да, чтобы родители знали. До этого возраста можно заниматься, ну, борьбой, плаванием, любым видом спорта, который формирует... Всё только на пользу, да? Конечно, однозначно. Понятно. Физиологический возраст занятия боксом именно 10 лет. Да, Александр Валерьевич, я хотела узнать, относительно, что вы говорили, о чём мы говорили в предыдущих программах. Отдельную программу посвящали тому, чтобы не было соблазна, что на каждом заборе, чуть ли в городе, и даже в центре города, можно было увидеть надписи, где ты найдёшь себе заработок до 10 тысяч в день. Не просто на каждом заборе, а что самое страшное, зона локации была уже и школа, и детские сады, и супермаркеты, и так далее, и так далее. Это что гораздо сложнее, это гораздо серьёзнее всё. Я вот, кстати, хотел сказать, выразить слава благодарности руководству Тверского государственного университета, в частности, 4-й корпус, это филологический факультет на проспекте Чисковского. Я туда попал по рабочим моментам, и на самом здании, на фасаде здания, насчитал 22 надписи. 22. Со ссылкой на продажу наркотических препаратов, вот этот пресловутый 9 тысяч рублей в день, и так далее, и так далее. Там уже даже пошли дальше, пальмы изображены, машины, алькопоны, стилизованы. Ну, тогда, те самые блага жизни, да, о которых мы говорили? Пообщавшись с представителями университета, мне сказали, да, мы знаем об этой проблеме, мы это делаем, с периодичностью убираем, закрашиваем, и чётко за этим следим. Честно сказать, не сразу поверил, но хочу вот похвалить и сказать, что спасибо вам огромное, что вы это контролируете. Всё было убрано, и не просто убрано, а настолько чётко, что у них заколирована краска в цвет фасада, и приготовлен для этих случаев. Там даже не видно, что закрашивали кисточкой сверху, красили профессионально. То есть, соответственно, есть, скорее всего, поливизатор аэрозольный, который заказан был в магазине с колерованной краской, это делается за несколько минут. Он делается красиво. Вот чего нельзя сказать о других надписях, которые мы приводили, как примеры нашей передачи на круглом столе. До сих пор мы можем поехать на это место, и на этих магазинах продовольственных всё красуется в том же объёме. Уважаемые друзья, мы сейчас говорим о личном неравнодушии. Да, вот что касается наркотиков, на мой взгляд, это та тема, где нельзя проходить мимо. Здесь идёт вопрос о личной ответственности, индивидуальной ответственности, если хотите, о персонализации ответственности конкретной, да, возможно, должностных лиц, так далее, так далее. Вот мы с Михаилом этот вопрос обсуждали. Вот бы хорошо было бы создать некий чат-бот, да, так называемый чат в определённых социальных сетях. Пускай это будет, не знаю, там, Телеграм, Ватсап, не имеет значения. Человек идёт и увидел надпись, взял телефон, сфотографировал, отправил в этот чат, написал локацию, пресечение такой-то, такой-то улицы. Но дальше что? Дальше этот чат должны просматривать люди, которые работают в этом направлении, власти, поддержающие структуры, органы контролирующие, руководители товарища собственников жилья и так далее, жилищно-коммунальных хозяйств. А мы здесь же ещё с волонтёрами встречаемся, которые говорили, что гораздо помогают. Гораздо, нет, но должна быть установлена обратная связь. Вот по этому чату конкретно. Вот прислала эта фотография, в течение трёх дней должна быть какая-то информация. Всё, и дальше человек идёт и фотографию делает, что уже всё устранено. Тогда будет работа видна, чётко. Да, рисуют, да, за ночь. А утром всё убирают. Дворник пришёл подметать, тут же закрасил, убрал. Всё, пожалуйста, эта работа есть. Когда это красуется месяцами на одном и том же месте, месяцами. А политика, к сожалению, мы понимаем прекрасно, невозможно всё по мановению волшебной палочки решить. Такие вопросы, как стипендии на федеральном уровне. Понимаем, что это должно пройти определённое согласование. Это бюджетирование и так далее, и так далее. Но хотя бы вот этого визуального не должно быть. Но здесь-то это, конечно. Я безумно рад, что вот эту рекламу отменили по телевизору, который мы обсуждали. Да, где сейчас у нас господин Моргенштейн? Он у нас инагент, признан инагентом официально. Ему на 50 лет запрещен въезд в Россию, он живёт в Дубае. Почему? Потому что он чётко обвиняется по статье 228. Звучит в своё ней нокотических препаратов. Но при этом почему-то он по телевизору выступал, и в рекламе банков, и так далее, и так далее. Помните, это прекрасно, да, всю эту ситуацию, дорогие машины, всё остальное. В разный образ жизни он рекламируется по телевизору. Я, конечно, считаю, что в определённых моментах, которые касаются, в частности, воспитания детей, некий ценз должен присутствовать в обязательном порядке. Просто в обязательном порядке. Я вот ещё хотел, к слову Александра, добавить, я хотел поблагодарить за работу отца Кирилла. Он сегодня должен был прийти к нам на передачу. Это руководитель молодёжного отдела епархии по работе с молодёжью. Он настоятель Александра Невского собора. Так вот, отец Кирилл в здании собора, у него на цокольном нижнем этаже предусмотрено большое помещение. Это помещение вообще-то трапезное, но оно переоборудуется в спортивный зал. И он там проводит тренировки для детей, для детей из малообеспеченных семей, именно те, кто ходят, дети, прихожан этого храма. И он вместе с Александром посещает все без исключения мероприятия и сам является спортсменом и имеет разряд по рукопашному бою. Вот это очень важно. Вы знаете, как бы, ну, я всё понимаю, но добро должно быть с кулаками. Это да, кстати, мне почему-то сейчас вспомнили отца Кирилла. Наше совещание совместное в епархии, оно сейчас каким-то образом нарастает, добрыми делами. Предложение было море. Бесспорно. Мало того, что оно нарастает добрыми делами, есть определённые наработки. Я уже говорил, даже этот центр социальной адаптации, это же после нашего совещания появилась такая идея, и она вынашивается. Вот тот же самый проект «Слово пастыря», что вот мы проводили в пятой колонии, вот у нас теперь будет посещение десятой колонии. Это уже строгий режим, это уже рецидивы, так называемые, рецидивисты, люди, которые сидят повторно, попав, нарушив закон. Там будет тоже, соответственно, в рамках этого мероприятия встреча владыки, и мы будем там общаться, соответственно, Михаил будет там присутствовать в части распространения наркотиков, но мы там будем ещё общаться о противодействии терроризму и экстремизму. Потому что в рамках проводимой сейчас специальной военной операции это очень важно, потому что люди, покидающие колонии и так называемые непрошедшие должные уровни рецидивизации и не понимающие ситуацию в стране, они могут стать пехотой в руках определённых структур, которые будут их использовать. Поджидают, поджидают, да. Они поджидают их использовать. Это да, это лёгкая добыча такие люди. Чтобы не был процент недовольства какой-то определённого. Люди осознали то, что они туда попали не просто так, они попали туда, совершив правонарушение, деяние, которое наказуемо в этой стране. Уважаемые друзья, программа подходит к концу вот так вот незаметно. Михаил, Ваши пожелания жителям региона. Звонки важны людей, и мы говорим сейчас антинаркотический месячник, но работа-то продолжается в течение всего года Вашего подразделения. Пожелание, скорее всего, будет, наверное, в форме определённого предостережения. Всё, о чём мы сейчас говорим, и я, как представитель органов правопорядка, уважаемые гости, представители спортивных, общественных организаций, это очень важно. И когда человек, слушающий эфир, повтор, слушающий радиопрограмму, пропускает это через себя, и где-то при возможности вот эту тему обсудит в кругу семьи, с родственниками, со знакомыми, какая катастрофическая опасность поджидает при вовлечении в незаконный оборот наркотиков, это может предупредить ряд преступлений, спасти не только репутацию, но и жизнь. И вот эти письма, которые мы и сегодня зачитали, тоже я хочу сказать, чтобы уважаемые телезрители, радиослушатели внимательно к ним прислушались, потому что это не что иное, как такой посыл от людей, которые прошли уже определённый путь. Крик души. Да, связанный с незаконным оборотом наркотиков. И каждая из девушек, кто написала это письмо, с радостью бы изменила свою жизнь и сказала бы нет. И вот это слово нет, это не слово слабости, это не слово несоответствия какой-то компании, это слово силы. То есть сказать нет наркотикам, это самый сильный поступок. Да, это нужно уметь. Я, уважаемые друзья, закончу буквально двумя предложениями этого такого очередного письма. Я прошу каждого, кто прочитал моё письмо, никогда не совершать подобных ошибок, ведь они все нам слишком дорого обойдутся. Проживайте ваши самые лучшие годы в вашей жизни правильно и честно. Получайте образование, работу, заботьтесь о своих близких людях. Ведь самое большое счастье в нашей жизни быть рядом с теми, кого любишь, уважаемые друзья. Спасибо, что пришли сегодня на программу. Всего доброго. Надеюсь, что все ваши планы сбудутся. До свидания. Берегите себя. Спасибо.